С вами Megabzor.com и в центре внимания у нас сегодня будет смартфон Tecno POV3 с экраном 6,9 дюймов, 90 герц, 628 памяти, основная камера 50 мегапикселей и аккумулятор 7000 мАч. Данный телефон уже доступен в российских магазинах, более подробная информация в описании к этому видео. Комплект включает силиконовый чехол, защитную пленку на экран, есть зарядное устройство с быстрой зарядкой, USB кабель и различная документация. Интересно, исполнена задняя крышка вдоль всей длины, в центральной части выступ, выделяемый также цветом и текстурой. Выглядит смартфон спортивно, плюс это редкий случай, когда смартфоном можно пользоваться и безобязательной установки чехла. Здесь все три камеры, они не выступают за пределы плоскости крышки, меньше риска будет поцарапать. Доступен в трех расцветках, серебристо-черный и синий. Та, что у нас синяя, еще отличается тем, что в районе четверной светодиодной вспышки также есть два скрытых индикатора. Это индикатор питания и индикатор уведомлений. Удобно, когда вы спинкой вверх располагаете телефон на столе, не пропустите уведомления. На левой грани у нас раздельный регулятор громкости, кнопка включения со сканером отпечатка пальца. Мне такое исполнение сканера нравится. Нажали-включили и сразу разблокировалось определением большого пальца. Набор разъема включает USB-C, аудио разъемы. Они расположены на нижнем торце. Слева скрытый лоток с отдельными слотами под две nanoSIM, а также карту памяти. Нет необходимости выбора между расширением памяти и вторым номером. Оснащается смартфон парным динамиком, расположены решетки на верхнем и нижнем торце. Звучат хорошо, есть эффект объема. Лицевая сторона с защитным стеклом, переходящим боковой грани без округления. Камера расположена в виде компактного островка в центре. Поддерживает Face Unlock. У нас экран 6,9 дюймов, разрешение 90 Гц, соотношение сторон 20,5 к 9, разрешение 2460 на 1080 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. В пике яркость достигает 500. Подсвет равномерно во всей площади, точно передает цвета, есть набор настроек для корректировки ствола баланса и других параметров работы. Работает новинка на базе платформы Helio G88, 8 ядер, графика Mali-G52, выполнена по 12-м трону в техпроцессу. Помимо стабильной работы интерфейса, запуска приложений справлялась и с такими играми, как Genshin Impact. Троттлинга при продолжительной нагрузке замечено не было. Tecno POV3 располагает 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти для хранения данных. Также внутренний накопитель используется и для программного расширения оперативной памяти. Ключевым отличием здесь у нас является наличие бесконтактного модуля платежей. Проверяли с приложением RPA, работало. Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi, два слота, основная Sims 4G. Аккумулятор 7000 мАч, в реальной эксплуатации это полтора дня активного использования с приложениями, просмотром фильмов, мессенджерами. Отлично при учете большой диагональ дисплея и высокой яркости. Поддержит быструю зарядку, мощность 33 Вт, полный цикл с комплектным адаптером занимает 2 часа. На борту у нас 3 камеры, но по факту это одна. Разрешение 50 Мп, есть 2 Мп датчик глубины, который размывает фон, и есть IL-сенсор. При съемке смартфон чаще всего использует интеллектуальную обработку с анализом сцены и финальную обработку уже после спуска затвора. Понравилась детализация снимаемых роликов для своего основного сегмента, он снимает хорошо, такими снимками можно будет вполне делиться в социальных сетях и использовать, например, для каких-то творческих целей. Но возможности видеосъемки тут скромные, если брать флагманов только 1440p с частотой кадром в 30 секунду. Но зато есть цифровая стабилизация. Уступает, конечно, Айфону, но тоже с задачей справляется. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп вполне решается задачей видеосвязи. По софту здесь у нас стоит Android 12, оболочка HiOS 8.6, мы ее детально разбирали. Возможности кастомизации, дополнительные виджеты, есть специальные функции по объединению, по разделению окон, умные панели, игровой режим, видеопомощник. Можно клонировать приложение, например, из одного мессенджера можно сделать два с разными номерами. Все это есть. В целом получаем хорошо сбалансированный смартфон среднего самого сегмента. В своей цене он позволяет получить экран 6,9 дюймов, решать, соответственно, задачи, которые характерны уже для планшетов. Есть актуальное техническое оснащение, высокая яркость экрана, частот обновления 90 Гц, аудиоразъем, возможность поставить и вторую сим, и карту памяти, высокое качество съемки, достаточно объем встроенной памяти. Может не устроить, наверное, отсутствие ширика, ну а в остальном, как мне кажется, все неплохо. Так, на повод 3. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.